Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это канал Автосправочное. Сегодня я решил провести небольшой эксперимент. Наверняка многие видели в интернете рекламу различных шторок на передние стекла автомобилей, где говорится о том, что такие шторки, во-первых, якобы не ухудшают обзорность, и во-вторых, что якобы они полностью законные, то есть за них не грозит никакой штраф. В качестве эксперимента решил поставить такие шторки на стекла своей калины, и вот смотрите, что получилось. Вот это получается пассажирское стекло, еще как-то более-менее что-то видно. И вот водительская сторона. Видите, да, чуть-чуть начинаешь, когда шевелить головой, там менять взгляд, все это начинает сразу мерцать, глаза болят от этого. И обзор очень плохой, то есть если вот так вот смотреть перпендикулярно, что-то видно еще. Но ты же сидишь, получается, под углом стеклу. Если под углом смотришь, вот смотрите в зеркало заднего вида. В зеркало заднего вида ничего не видно получается. С правой стороны, в принципе, то же самое. То есть очень сильно обзор ухудшается, я бы сказал даже, что эти шторки намного хуже, чем тонировка. Потому что даже когда на передний стекло клеят тонировку, я пару раз с пассажиром на таких машинах ездил, там все равно хотя бы в дневное время что-то видно. А сейчас вот смотрите, через лобовое стекло на улице ясный солнечный день, то есть это даже не сумерки, не вечер, а обычный летний день. И вот такой обзор получается. Видите, если даже приблизить, получается, видно, что вот эта сотовая структура, сквозь нее обзор теряется как раз-таки. Практически каждый день я встречаю людей на таких машинах, которые средь бела дня или вечером катаются с такими шторками. Но я, честно говоря, не понимаю, как это вообще возможно, как они до сих пор не разбились, потому что даже вот в такое время суток обзор ухудшен. Я представляю, что будет в вечернее или в темное время суток. Сейчас для интереса давайте я сниму эту шторку. И вот смотрите, теперь какой должен быть обзор. Это вот сейчас получается опущенное стекло. То есть даже стекло было опущено, здесь кроме вот этой шторки ничего не было. Нельзя даже сказать, что там стекло грязное или что-то еще. То есть вот обычный естественный обзор, какой он должен быть. Короче, ребята, я думаю, конечно, что все это ухудшает обзор, но не думаю, что настолько плохо. Поэтому если кто-то думает такие себе купить для того, чтобы эксплуатировать, то есть прямо ездить с такими шторками, я категорически не советую. Во-первых, потому что вы очень сильно ухудшите для себя ситуацию с обзором, безопасность своей ухудшите. Во-вторых, статью 12.5 КОАП РФ никто не отменял. То есть установка таких шторок является установкой предметов или покрытий, которые ухудшают обзор с места водителя. Соответственно, по статье 12.5, как и за тонировку, за такие шторки грозит штраф в размере 500 рублей. Но главное здесь, конечно, даже не штраф, а вот это реально безопасность. То есть я бы себе никогда не стал бы такие шторки ставить, потому что я просто вот даже сейчас на месте сижу, я никуда не еду, я даже не вижу. Вот представляю, сейчас я начну сдавать назад по зеркалам, пытаться припарковаться или выехать. Вообще ничего не видно же. Вот такие вот дела. У кого есть опыт эксплуатации таких шторок, кто прям ездил с ними, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вообще вы это делаете, как вы до сих пор выжили и как не разбились. Все, всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok